Добрый вечер. Во-первых, хочется поздравить команду «Дандол» с завоеванием чемпионства. Что касается завтрашней игры, то она зависит не только от футболиста, а зависит от всей команды. У нас сейчас хорошая позиция в турнире «Таблицы», и для того, чтобы укрепить свое лидерство, нам завтра нужно только убеждать, что мы, в принципе, и собираемся делать. По-прежнему видим вас на поле не так часто, как хотелось бы, поэтому расскажите пару слов о своем самочувствии, насколько вы готовы к данному матчу. И тут же второй вопрос. По стилистике «Дандолт», какую команду из российских напоминает вам? Александр, мы не видим вас довольно часто в игре, но какого-то ваша качественная способность и в том числе стиля «Дандолт»? Что касается моего состояния, то физическое готовство на 100%, я тренируюсь в игре. Все тренировки, которые у нас есть, поэтому это физическое состояние мое. Спасибо, что переживаете, оно хорошее, мне кажется. По стилю физической температуры, я бы сказал, что я 100% здоровый, я участвую в тренировках, в тренировках, в тренировках. Спасибо за вашу внимание. Моя температура хорошая. Что касается стиля команды соперника, то мне сложно сравнивать его с одной из российских команд, потому что для меня это типичная британская команда, которая использует силовой футбол. Очень физически крепкие ребята и очень хорошо готовы физически, поэтому не сложно сказать. Первый матч был очень тяжелый для нас, но мы здорово справились, играли в свой футбол, который нам принес в итоге положительный результат. Да, все, что я могу сказать. Минад Морашин, 2.78. Александр, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения завтрашняя игра будет больше похожа на матч с АЗ здесь дома или на матч с турбилой в чемпионате досуга? Александр, вопрос для вас. В общем, все игры отличаются друг от друга и не бывает одинаковых матчей, поэтому завтрашний матч будет не исключением. Это будет матчом против Зенита против Дандолка. Я надеюсь, что одинаковым он будет лишь в том случае в итоге этой встречи. Потому что и ту игру мы победили, и завтра мы тоже очень хотим были. Вопрос в начале сезона вы говорили о том, что получаете удовольствие от каждой минуты в футболе в Зените. Можно ли сказать и так сейчас, например, потому что вы немного играете? И второй вопрос, если играете на Россию? Вам осталось, конечно, 4 или 5 мячей, чтобы побить еще один последний ход, награть Леритейникова. Следите ли вы за этим? Важно ли это для вас? Александр, вы также говорили, что вы любите каждый минуту игрок. Важно ли вы играете в этой сезоне? Вы говорили о том, что нужно 4 или 5 мячей, чтобы вы играете в вашем турнире, чтобы вы играете на тренировках? Ну, во-первых, я даже сейчас получаю удовольствие, потому что я второй раз за 4 матча в Лиге Европы на тренировке. Поэтому, конечно, каждую минуту в клубе и каждый миг на тренировке и в поездках, в предсезонных сборах я получаю огромное удовольствие находить в своей родной команде. Я считаю, что я очень приятно участвовать в игроках, а также очень приятно участвовать в пресс-конференции в предсезонных сборах. Вы участвовали в тренировках в предсезонных сборах. И они очень приятно участвовать в этом. Что касается второго вашего вопроса, то не то, что я слежу, об этом мне часто говорят и напоминают, вы в частности. Я уверен, что мне удастся добиться цифры и обогнать Олега Веретенникова. Но для этого нужно работать, для этого нужно стараться, что я, в принципе, пытаюсь делать. И я думаю, что шансы для этого у меня будут. Главное – им воспользоваться. Прогноз на утешительный и прогноз погоды. Вы ожидаете завтра снегопад. Какой может сказаться на игре команды? Будет ли она такая зрелищная, как в Ирландии или же наоборот? Спасибо. На мой взгляд, самое важное, что может повлиять на игру – это настрой команды и качество поля. Я настроен нашей команды и качество поля на высшем уровне, поэтому я не думаю, что с гигопад будет большой проблемой. Расскажите два маленьких секрета. Первый – стоят ли перед командой задачи выиграть все шесть матчей в групповом турнире Лиги Европы? И второе – если вы получаете удовольствие от общения с журналистами, посещение этих пресс-конференций – это результат хорошей работы на тренировках или активности в социальных сетях? Первая вопроса относится к количеству матчей, которые вы предоставили. Вы действительно предоставили все шесть матчей, которые будут победить? И вторая вопроса – вы действительно получаете удовольствие от общения с журналистами в таких пресс-конференциях? Что касается задачи, перед командой стоит одна задача – это побеждать в каждом матче. К сожалению, это получается не всегда, но тем не интересен футбол. Что касается пресс-конференции, то тут, наверное, по возрасту Александр Янков занят, поэтому это второй по возрасту я.